Всем привет! С вами, как всегда, Светлана Никичук, спортивный диетолог, автор проектов по снижению веса и восстановлению здоровья путем правильного питания. Движение – это жизнь. Именно с этой популярной фразы хочу начать свое видео. Поговорим о пользе ходьбы 10 тысяч шагов. Вы часто слышите эту цифру от врачей, блогеров и друзей. Откуда она появилась и почему именно 10? В 1960-х годах японская компания выпустила один из первых шагомеров. Он назывался «10 тысяч шагов мер». Такое название было выбрано потому, что иероглиф, обозначающий 10 тысяч, похож на шагающего человечка. Так эта цифра стала эффективным маркетинговым ходом. Ведь 10 тысяч впечатляет, верно? Но стоит ли ходить так много каждый день и помогает ли это похудеть? Давайте разбираться. Если ваша цель – снизить вес, немного забегая вперед скажу, что главное в снижении веса – это коррекция питания. И она должна быть грамотной, чтобы не усугубить ситуацию. Потому хочу вас пригласить на свой курс «Ешь, учись, худей», где вы не только снизите вес, но и сможете изменить свое пищевое поведение, что поможет удерживать его в дальнейшей перспективе. И, кстати, первая неделя курса бесплатная. Ссылка на регистрацию в описании под видео. Итак, 10 тысяч шагов равно примерно 7-6 километров. И это минимум активности, который мы должны выполнять ежедневно для поддержания здоровья. Все мы по большей части ведем сидячий образ жизни, который отрицательно сказывается на нашем здоровье. Медицинские исследования подтверждают, что малая подвижность сокращает продолжительность жизни на 22 минуты. Только посмотрите на проблемы, которые вызывают долгое сидение. Боль в спине, запор, геморрой. Может и не так страшно, но если бы этот список только на этом заканчивался. Малоподвижный образ жизни вызывает гипертонию, диабет, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, рак кишечника, молочной железы и простаты. Ведь вы каждый день на работе сидите за компьютером, приходите домой, а тут диван. Сидячий образ жизни уже приравнен к эпидемии. Всемирная организация здравоохранения говорит, что 150 минут в неделю физической активности минимум для поддержания здоровья. Это могут быть тренировки по 50 минут в зале или плавание в бассейне. Но даже это не компенсирует последствия сидячего образа жизни. Ведь это лишь малая часть. Да и что делать тем, кто не любит заниматься спортом или не может по показаниям здоровья? Ответ прост. Ходить 10 тысяч шагов. Желательно ежедневно. Да, это цифра примерная. Но она хорошо мотивирует. Гораздо круче ведь звучит, я сегодня прошел 10 тысяч. Не 5, не 7, а 10. Самый простой способ увидеть заветную цифру на шагомере – это гулять. Я знаю немало ходоков, которые наматывают круги вокруг квартала или дома до ночи, чтобы достичь этого результата на фитнес-браслете. Ну это уж слишком, скажете вы, может быть. Но зато сколько пользы. Многие считают, что прогулка – это всего лишь подышать свежим воздухом. Но это очень крутая форма физической активности. Судите сами. Прогулка укрепляет сердце. Неспешную долгую ходьбу можно сравнить с фитнесом или даже бегом. Такая активность стимулирует работу сердца. Вследствие чего улучшается кровоток, приходит в норму давление, снижается плохой холестерин, уменьшается риск инсульта и атеросклероза. Вы посмотрите, сколько в парках гуляет пожилых людей. Но важно задумываться об этом и начинать уже сейчас. Прогулка улучшает душевное состояние. Любая физическая активность вырабатывает гормоны радости, эндорфины и серотонин. Они поднимают настроение и снимают боль. Гуляя, вы отвлекаетесь от дурных мыслей и повседневных дел. Ежедневные прогулки – это профилактика остеопороза. Ходьба укрепляет ваши кости и мышцы. Прогулка – это хороший сон, особенно если удается пройтись вечером. Во-первых, вырабатываются гормоны, которые оказывают расслабляющее действие. А во-вторых, появляется приятная усталость. Ходьба в быстром темпе приравнивается к бегу, но она более безопасна. Нагружаются все те же самые мышцы, но в меньшей степени. Но важно, если вы планируете гулять в быстром темпе, то наденьте спортивную обувь. Ну и, наконец, прогулка – это отличный способ похудеть для тех, кто не любит физические упражнения. Делая 10 тысяч шагов, вы расходуете от 200 до 600 калорий в зависимости от скорости ходьбы. А это на минуточку, полкилограмма в неделю или 2 килограмма в месяц. А если добавить все правильное питание – красота. Как еще можно пройти 10 тысяч шагов в день? Делюсь лайфхаками. Ходите пешком везде – на работу, в магазин, в больницу, на секции с ребенком, в школу, кино, кафе. 10 тысяч шагов – это не обязательно должно быть расстояние в один промежуток времени. Включите шагомер или приложение на телефоне, которое подсчитает количество шагов за весь день. Если вы работаете далеко и приходится ездить на общественном транспорте или на машине, то выйдите за квартал до места работы и прогуляйтесь. Утром вам это придаст энергии, а вечером разгрузит мышцы после сидения. В обеденный перерыв или просто отдых от работы вставайте и ходите. Поднимайтесь и опускайтесь по лестнице, а не на лифте. Очень действенный способ. Когда вам звонят по телефону, вставайте и ходите. От стены до стены. Если вам надо послушать аудиокниги, онлайн-уроки, наушники в руки и вперед на прогулку. К тому же на свежем воздухе информация запоминается куда лучше. Всегда носите с собой легкую спортивную обувь. Это мотивирует к прогулкам. Ходьба – это стопроцентная, идеальная и полезная тренировка. Классно, если у вас рядом есть лес или парк. Но их отсутствие не беда. Только представьте, сколько интересных мест вы можете открыть для себя в городе во время прогулки, да еще и с пользой для здоровья. Напишите под видео, сколько шагов в день ходите вы. Ставьте пальчик вверх, если видео было полезным. И обязательно нажмите «Подписаться», чтобы не пропустить следующий выпуск. Еще больше экспертной информации и эфиров в моем инстаграм, ссылку на который вы найдете в описании под видео. Будьте здоровы и вперед на прогулку! Продолжение следует...